Губернатор Тверской области в этот вторник провел традиционный прием граждан. На встречу пришли жители Верхней Волжи с различными вопросами. Какие темы были в центре внимания и какие решения были приняты на месте, выяснила наша съемочная группа. Житель Твери Сергей Поспелов пришел на встречу с просьбой оказать содействие в вопросе по замене кровли в школе номер 27. Учебное заведение было построено еще в 1972 году, но капитальный ремонт здесь не проводили. Администрация школы пыталась решить проблему своими силами, периодически делая косметический ремонт. Однако сейчас этого недостаточно. Крыша, где занимаются младшие классы, протекает. И это вызывает опасения у родителей. У нас сейчас в плачевном состоянии. Существует опасение и короткого замыкания, потому что она протекает при таянии снега и так далее. Кругом проводка и любое нарушение, скажем так, изоляции, это ведет к короткому замыканию. Узнав о проблеме, глава региона сказал, что правительство готово поддержать проект по ремонту. Однако важно, чтобы не только заменили кровлю, но и сделали систему водоотведения. Поэтому необходимо подготовить правильный проект. Губернатор сообщил, что ремонт кровли здания начальной школы будет завершен до 1 сентября 2021 года. Предполагается, что общая стоимость работ составит более 5,5 миллионов рублей. А жительница деревни Аввакумова Калининского района обратилась к Игорю Рудене с просьбой о помощи в софинансировании ремонта дороги. Участок протяженностью около километра от остановки Аввакумова 8 до деревни Сокол давно требует ремонта. Хоть участок и небольшой, но достаточно оживленный. Здесь проходит маршрут городского транспорта, а с апреля по ноябрь приезжают дачники на машинах. В результате все полотно разбито. Администрация Аввакумовского поселения решила помочь нам войти в программу софинансирования и отремонтировать этот участок. Хотим попросить Игоря Михайловича вступить с нами в эту программу и помочь с финансированием, чтобы ее отремонтировать. Выслушав просьбу жительницы, губернатор принял решение включить участок в план дорожных работ на следующий год. В первом квартале 2021 года будут проведены конкурсные процедуры. И до августа планируется провести ремонт. Тема еще одного обращения – восстановление системы водоотведения в Лихославле по улице Советской. Ремонт необходим, чтобы предотвратить подтопление тротуаров по одной из главных улиц города. Естественно, люди вынуждены выходить на проезжую часть, что создают свои сложности. Если мы в порядке будем содержать тротуары, а за счет того, что доведем до Маливневку, сделаем уход сброса воды, тогда эти вопросы идут на второй план. Во время общения Игорь Руденя сообщил, что объект входит в государственную программу Тверской области развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона на 2020-2028 годы. В ее рамках предусмотрен второй этап ремонта дороги в Лихославле, в который войдут работы по устройству тротуаров и водоотведения. Все соответствующие решения, принятые на встрече, будут доведены до профильных министерств. О результатах выполнения работ будет доложено губернатору. А следующий прием граждан состоится уже в 2021 году.